Далее Казахстан, очередной, но это уже не нож в спину Рашистской Федерации, это уже допустим топор наверное в спину, большущий такой топор, которым палач рубит головы в спину Рашистской Федерации. Казахстан отказался присоединяться к БРИКС, как там Путин не пыжился, как не надувал щеки, а там же, а сейчас же должен быть саммит БРИКС в Казани, я вам вчера рассказывал, что в Казани попросили не пугать иностранных гостей старыми ржавыми автомобилями, которые ездят с ревом по городу Казань. Поэтому, я смотрю, что саммит разваливается еще не начавшись, принц Саудовской Аравии Бин Салман отказался приезжать на саммит, а еще и сделал официальное заявление, что Саудовская Аравия увеличивает добычу нефти и цена на нефть полетела вниз. Что очень крайне плохо сказывается, естественно, на валютной выручке Рашистской Федерации. Казахстан, как Такаева не обхаживал Путин, как он вокруг него не плясал, но Такаев сказал, что Казахстан сегодня в обозримом дудочи, Казахстан воздержится от подачи заявки для вступления в БРИКС. В том числе, с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве в БРИКС. А также других моментов, связанных с перспективами развития данного объединения. То есть, Такаев дал понять Путину, что он не видит перспективы развития БРИКС. Ну, БРИКС она мертвая организация, там кроме России никого, никто больше, очевидно, не вклад. Она вообще, наверное, существует только за деньги Рашистской Федерации. Кстати, журналисты, конечно же, задали Такаеву вопрос, о какой международной организации Казахстан отдает предпочтение и что он признает для себя как авторитетную. На что пресс-секретарь отвечал, кстати, на эти вопросы от имени президента Такаева. И он сказал, что президент неоднократно высказывался в пользу Организации Объединенных Наций, как универсальной и безальтернативной организации, в которой можно и нужно обсуждать все актуальные международные проблемы, включая связанные со строительством справедливого миропорядка. Устав ООН, как документ, являющийся основой международного права. Опа, второй топор в спину. Сразу в одной фразе, два топора в спину Рашистской Федерации. Потому что устав ООН говорит о нерушимости границ любого государства. Что граница государства, она священна. Далее, а в Германии, так что БРИКС, видите, не пополняется. Я не знаю, какую там заявку написал Эрдоган, что он там хочет в этом БРИКС увидеть. Я думаю, что посмотрев на состав тех, кто приедет в Казань, многие страны либо передумают, либо примут какие-то другие решения относительно вступления в этот БРИКС. Потому что организация абсолютно мертвая, мертворожденная. Даже многие политологи называют ее именно так.